А сейчас я уступлю место в эфире мастеру иронической поэзии Сергею Белоключевскому. До 2020-го осталось всего ничего, и маэстро уже готов подвести итоги уходящего очень непростого года. Крысы год вот-вот грядет. Все мы рвемся на пирушки. Но прикиньте, что нас ждет от пронырливой зверушки? Знаем, крыса хитрый зверь. К ней подход особый нужен. Ей откроешь, Настерь, дверь, не дай бог-то будет хуже. Вот собачий прошлый год мундиалем нас прославил, но бюджет и наш народ он банкротами оставил. А когда, подрев и стон, наш народ в футбол уткнулся, тут о пенсиях закон сквозь голы и протолкнулся. Или нынче, в год свиньи, закрывать взялись больницы. Так что нам, друзья мои, нынче сложно лечь лечиться. На заводах, кто в цехах, всем уменьшили зарплаты. А в Госдуме и в верхах, как нигде, раздули штаты. Разве лучше стало жить за последние два года? Можно даже песнь сложить про страдания народа. Правда, вот ласкает слух, что сверхов внизы спустился, до 52 долг миллиардный сократился. Если б крыса как-нибудь от российского бюджета откусила бы хоть чуть-чуть, как бы было классно это. Коль зверушка, что придет, на сие была способна, ликовал бы наш народ, жить бы стало бесподобно. А под Новый год сейчас придаемся мы надежде, что наступит звездный час, станем лучше жить, чем прежде. Всем нам счастья, долгих лет, быть терпимей год от года, чтоб сказали, в мире нет крепче русского народа. На пороге Новый год, значит, хмурится негоже. Будь здоров, родной народ, верьте, крыса нам поможет.